всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл в мои руки попал смартфон от компании dugi dugi f5 в этом обзоре буду его за что-то хвалить но и есть за что его поругать это буду также делать на самом деле очень самобытный смартфон смартфон не для всех ну стоит начать того что смартфон ко мне приехал из китайского магазина gearbest.com думаю все о нем знают положу ссылку под это видео на страничку с этой моделью посмотреть характеристики цену можно там на самом деле это смартфон осенью 2015 года обзор снимаю в феврале в конце февраля 16 он позиционировался пробежать прошел новостях именно поэтому я его и заказал на самом деле что корпус жидкого металла ну ребят я вообще я вообще не понимаю либо там чересчур гениальные маркетологи либо так повезло но конечно об этом обсуждали мне пришлось потратить много достаточно времени изучать не только ресурсы наши но и иностранные я так никогда не делаю я то что предпочитаю чтобы информация шла вся от меня приходилось вычитывать переводить и так далее сложилось какое мнение что все таки во первых по факту совершенно точно корпус металлический вот здесь это металл никаких сомнений нет это совершенно точно металл при том качественный хороший и все сделано качественно что касается задней крышки по моему samsung первый запустил странную фичу но samsung реально иногда странные вещи реально делает по факту можно вспомнить не раз и не два какие-то вещи странноватые то датчики которые никто ему ну ладно не будем на самом деле в том что я не знаю вот честно я нигде не нашел информ вообще нигде понимаете есть куча сайтов специфилизеленных и нигде нет информации судя по всему все-таки это пластик либо это пластик с металлическим напылением но по факту ощущается он как пластик но справедливости ради в плюсы то что он не марки и то что он не скользкий для смартфона достаточно увесистый там под 200 грамм весит на самом деле 180 небольшими это на самом деле важно основной вес этот за счет вот этой вот за счет металлического корпуса металлической рамы так далее я думаю они не обманывают рама там внутри действительно металлическая смартфон неразборный разобрать и посмотреть не могу но по ощущениям вот это действительно металл металл а это вот такой вот странный либо металл покрытый пластиком либо металл с напылением но думаю вы все поняли очень коротко о комплекте не буду все это нудно вытаскивать покажу коробка коробка сделана из качественного материала чтобы если что нам случится удар какой поглотит и смартфон приедет вам целости и сохранности понравилось то что производитель не стал жадничать наушники не положил в комплект там инструкция гарантийный талон ключик собственно вот этот переходник с наносим карты на микроси инструкции защитная пленка на экран одна уже наклеена еще одна есть и простейший чехольчик ну и на том спасибо ребят на самом деле ну и понятно то что есть зарядное устройство и кабель usb micro usb все сам смартфон смартфон получил очень самобытный дизайн и хочется дуги наверное похвалить сказать что молодцы потому что ну вот посмотрите honor 5x собственно nexus 6p специально взял сяоми redmi ноут 2 это вообще бизнес с хонором реально вообще гранди ноут 2 смотрим дальше летиви вот летиви выделяется вообще красавчик просто шикарный аппарат вчера только получил на то есть там производители там zte и так далее в общем то все похоже друг на друга сейчас и этот смартфон реально выделяется единственное есть не похожий вот такой десятитысячный монстр на него обзор будет позже аккумулятор 10 тысяч миллиампер на самом деле молодцы но что мне не понравилось я понимаю что это очень субъективно кто-то может быть и не заметит я не неженка далеко и на руках отжимаюсь и спортом занимаюсь периодически но мне в руку впивается когда я разговаривал углы острые получились островатые что еще не понравилось корпусе это не плотно подогнанный вот здесь возможно это особенность моего экземпляра возможно нет но не рассказать об этом сами понимаете я не могу в остальном можно похвалить все сделано качественно там лоточки кнопки все вот все отшлифовано все сделано хорошо кроме вот этих моментов которые назвал в целом наверное можно сказать что зачет крышка несъемная как и говорил неразборные по внешнему виду смотрим во первых отмечу что пленка сюда уже наклеена она по ней скольжение хорошее я бы снимать ее не стал пока бы она совсем не убилась хуже от нее не будет снимать смысла большого нет действительно пленка удачная с правой стороны смартфона кнопка включения выключения и кнопки громкости стоит отметить что смартфон содержит огромное количество разных возможностей и не только разблокировка двойным тапом но и запуск разных приложений камеры фонарик и так далее кроме того если мы видим контакт с номером на экране можно включить функцию датчиков и когда подносим смартфон к уху то срабатывает вызов вот тут самсунг стоит наверно похвалить эту самсунга первых увидел еще на старом старом аппарате вот это оттуда функция это вот одна из нужных из нужных в этом плане конечно смартфон показался хорошо герас все здесь есть в общем то даже больше чем необходимо лоточек лоточек совмещенный увы как это принято в последнее время то есть первое это микросим карта 2 это наносим карта либо вместо 2 наносим карты мы ставим сюда карту памяти micro sd совершенно точно слот совмещенный все еще раз отмечу лоточек сделан из алюминия тоже но качественно по качеству никаких претензий нет кроме вот этой вот мелочи в остальном смартфон собран действительно хорошо но так в общем то и должно быть закрываем все никаких неровностей все отлично кнопки включения сверху разъем для наушников вообще в этом обзоре будет много слов средне 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 средний аккумулятор средний экран средний звук наушниках средне это средне это и не из-за того что я дуги не люблю или чем смартфон мне не понравился но звук наушниках реально средний не могу выделить его в плюсы не могу его написать в минусы какой-то средний. Сзади у нас получается камера на 13 мегапикселей, а вот камера чуть выше чем средняя, в принципе нормальная. Фотографии получаются неплохие, их не стыдно даже распечатать при хорошем освещении. Все хорошо, есть вспышка и есть возможность записи до Full HD качества, есть дополнительный микрофон. А это у нас сканер отпечатков пальцев и он работает великолепно, вот это наверное можно и нужно записать в плюсы смартфона. Разблокируется телефон легко из любого положения, хоть 360 градусов, хоть как угодно, сканер работает хорошо. Все, больше на задней спинке ничего нет. С обратной стороны также ничего нет, снизу скрываются динамики, вот динамики средние опять же, качество звука даже низкое, я бы сказал, несмотря на то, что есть усиление громкости динамиков, качество звука крайне слабое. Посмотреть фильм, послушать музыку вообще нереально, чего вы не делаете, очень тихие. Точнее не тихие, но ниже среднего, к сожалению, но звонок в принципе нормально слышно громкие частоты, а так вот фильм посмотреть слабо. Притом непонятно за каким из этих отверстий спрятался у нас динамик, он как такой чужой, где-то глубоко внутри, потому что я буду включать, он даже если все закрыть, звук все равно идет. Ладно, получается по внешнему виду мы разобрались, а то несколько я подзадержал вас с этим, но невозможно не рассказать, потому что все-таки все смартфоны похожи, а тут хоть чем-то выделяется. Переходим к характеристикам, техническим данным. Собственно, версия Android 5.1 на данный момент, когда снимается обзор, обзор снимается в конце февраля 2015 года. Оболочка переработаны иконки, в остальном это стандартный Android, практически ничего-то здесь кроме всяких управлений жестами нету, но как видим иконки перерисовали, они стали такие какие-то воздушные, невоздушные. Мне в общем-то нравится, но дело вкуса, кому-то не понравится, но иконки выглядят вот так. При желании можно поставить тот же Google Start или любой другой лаунчер и будет вам счастье. Дисплей. Дисплей 5,5 дюймов, дисплей обладает в принципе неплохим запасом по яркости, есть адаптивная регулировка яркости, кроме того есть Miravision. Штука хорошая, штука полезная, которая помогает настроить экран под себя. При желании мы можем настроить цветовую температуру экрана, добавить яркости и контрастности, но очень сильно это как-то не изменит смартфон на самом деле. Да, чуть-чуть изменится, но на самом деле это больше баловство. Как-то не сильно оно добавляет, но то что есть это несомненно хорошо, во многих смартфонах этого нет. Здесь хотя бы при желании можно смартфон потеплее немножко сделать экран. 5,5 дюймов экран, разрешение Full HD 1920 на 1080. В принципе к дисплею особых вопросов нет, но до качества хорошего я его не могу назвать. Притом я в некоторых обзорах говорил, что даже телефоны более дешевые иногда обладают дисплеями, которые я относил к плюсам. Здесь вроде как и воздушной подложки нет и экран неплохой, но немножко ему не хватает. Он неплохой, вот на этом и наверное я закончил. В плюсы относить не буду, но и конечно в минусы также ни один здравый человек его не отнесет. Нормальный экран, но не идеальный, хотя бывает в эти деньги экраны лучше. Бывают и хуже. Плотность пикселей 401 пиксель на дюйм. По камерам. 13 мегапикселей, как я и говорил, в принципе неплохая камера для этого класса устройства, в принципе очень даже нормальная. Посмотрите примеры фотографий, сами убедитесь. Ссылка под этим видео, здесь на youtube. А вот фронталка, это жестоко. Я не знаю, зачем сюда поставили такую низкокачественную камеру. Она по факту 5 мегапикселей, но то есть на бумаге, но снимает отвратно. Я сделал более 15 фотографий, селфи и я выбрал самую лучшую, но она все равно ужасная. Как я не пробовал? На улице, дома. Пробовал играться с настройками, ставить мегапикселей больше, меньше, там убирать фильтры. Не помню, есть они здесь или нет. Ну в общем я пробовал все, я пробовал все в настройках. Не получается никак, к сожалению, увы. Вот за селфи камеру минус. Процессор MediaTek MT6753. В принципе нормальный процессор для такого класса устройств. Нормальный, ничего не скажу. Конечно, это не игровой смартфон, середнячок, но крепкий середнячок. MT6753, 1300 МГц, 8 ядер, атактое частота 1.3, 1300 МГц, Mali-T720 видеопроцессор и целых 3 гигабайта оперативной памяти. Отмечу одну интересную особенность, дико интересную. Как вы, думаю, большинство знаете, даже на флагманах, вот мой G4, например, если я закрыл какую-то игру, буквально за 5 секунд она все, она не висит в памяти. Не знаю почему, мне приходится ее запускать заново. Да, и в LG G4 есть такая фишка, я знаю, там есть такой скрепочка, мы нажимаем, чтобы игры оставались в кэше. Может быть, экономит аккумулятор таким образом. Здесь, я вчера Nova 3, я этот обзор пытался снять вчера ночью, в час ночи, но я был уставший, в итоге я стер, получилось все плохого качества, не видео, плохое обзор, я его стер. Снимаю сейчас, вот день, есть возможность, небольшое окошко у меня, скажем так. Время есть для съемок. Короче, и вот Nova 3, я был в шоке, я запустил, давайте запустим, чтобы не быть голословным. Она в кэше осталась, я не знаю, почему аккумулятор это вроде как не тратит, я не заметил, вот сейчас с двух часов ночи положил смартфон, взял утром, он не разрядился. Но сам факт, этот смартфон удивил. Обычно на андроиде все это дело закрывается почти мгновенно. Вот давайте проверим, если мне не верите. Пусть она типа запускается. А, нет, надо, чтобы до конца. Далее по характеристикам, пусть пока игра запускается. На самом деле, что у нас? Практически все, осталось рассказать про память. 16 гигабайт, свободно 9,7 и слот совмещенный, как и я говорил, то есть до 128 гигабайт. Карта памяти microSD, до 128 гигабайт. Карточка, как и говорил, microSIM плюс nanoSIM, сети 4G работает, поддерживает без проблем. К телефону, как именно, как к телефону, вопросов никаких нет. То есть динамик нормальный, четкий, слышно меня хорошо. Сети ловит хорошо, Wi-Fi ловит хорошо. С GPS возникли проблемы. Проблемы возникли достаточно большие. Мне потребовалось 17 минут для того, чтобы смартфон смог поймать не так и много, кстати, спутников. Сейчас покажу. Это печально, потому что вот он, старт произошел в 13.10. Условия одни и те же, для всех смартфонов я всегда делаю. 13, 27, 17 минут этот смартфон только вот спустя 16 минут, он вот эти спутники увидел. До этого было все крайне жестко и печально. Я не знаю, почему такой плохой прием GPS, но бывает иногда. Бывает. Обычно проблем нет. Ловит там, флагманы ловят вообще по щелчку пальца за 5 секунд. Середнячки, как этот, должны ловить, ну не знаю, там за 2 минуты максимум. Здесь же очень долго. Ладно, далее, что у нас еще? FM-радиоприемник есть, при том, FM-радиоприемник, ну понятно, нужны наушники. Особенность какая? Необычная. Есть вот в этом дуге, конечно, какая-то вот такая вот необычность. FM-будильник. Где вы такое, ребят, видели? Ладно, запись с FM-диапазона мы видим часто, но FM-радиоприемник, то есть, это необычно как минимум. То есть, должны быть подключены наушники, включен динамик, судя по всему. И тогда мы с помощью будильника можем поставить будильник, включится радио. Круто на самом деле. Что у нас еще? Батарейка. Опять же, вот стыд и позор дугам. Дугам, я не знаю, вот как-то к нему отношение падает из-за этого. Потому что у них на официальном сайте нет емкости аккумулятора. Это бредово. Как бренд, не кустарный, не подвальный, вроде это нормальный бренд, вроде как делает такие смартфоны. Но у них нет этой емкости. Опять же, пришлось тратить свое время, искать кучу информации. Два лагеря в интернете. Одни считают, что аккумулятор 3000 мА, другие, что 2660. Я склоняюсь ко второму варианту, что, скорее всего, 2660 мА. Воспроизведение видео на максимальной яркости смартфон продержался 5 часов 18 минут. В принципе, нормальный результат. Ну, нормальный, нормальный, скажем так. А вот в живом использовании 4G-сеть, одна сим-карта, включен даже Wi-Fi. Периодически серфинг в интернете, звонки, что еще, музыки послушал, фотографировал. Могу сказать, что хватает дня на полтора в среднем использовании. Аккумулятор нормальный. Вот тут не средний, а нормальный. Держит нормально. Бывает лучше, но бывает и хуже. Но в целом ощущение оставило неплохого устройства. Да, к вечеру разрядить можно, если пользоваться очень активно. Но вообще, аккумулятор тает не на глазах, но более-менее. Скажем так, до вечера доживает точно у большинства потребителей. И, я думаю, для многих этого будет достаточно. Ну что же, практически все. Осталось тогда, смотрите, о чем я говорил. Кнопки еще отмечу. Кнопки, они внизу, вот здесь вот. Кнопки без подсветки. Кнопка домой. Нажатие запускает список последних приложений. Кнопка назад. И кнопка меню. Давайте посмотрим. Nova 3 на Android. Она обычно жестко закрывается, запускается заново. Нифига. Я говорю, лежал ночь. Смотрите. Ну, тут ожидаемо. Я вам еще, кстати, не показал результаты тестов. Конечно, показываю. Смотрите, Bansat Benchmark с этим процессором, с этими ядрами со всеми. 35 fps. 35 кадров в секунду. Не густо. Ну, середнячок. Geekbench 3. 608 баллов. В принципе, нормально. Я думал, даже будет меньше. Ничего. Еще раз запускаем игру из кэша. Смотрите. Если не верите, здесь 3 гига. Давайте закроем остальные. Все равно она будет подтормаживать. И это неудивительно, потому что смартфон не игровой. Процессор не игровой. 3 гига оперативной памяти. Это совершенно не важно. Это все-таки маркетинг 2 гигабайта хватит Смотрите, меня сейчас вообще грохнет, что за фигня Смотрите, вот что-то фризы такие очевидные И играть сложновато в эту игру Но справедливости ради Справедливости ради его не позиционируют как игровой смартфон И кроме того, игры Типа Asphalt 8, Real Racing 3 Да и много других игрушек пойдут без проблем Даже в GTA San Andreas На средних или маленьких настройках Будете играть, проблем не будет возникать Шторка стандартная, андроидовская Пройдемся быстро по особенностям Экран я вам показывал уже на всякий случай Еще есть действительно Miravision Штука в принципе неплохая настройки Сканер отпечатков пальцев настраивается без проблем Еще раз похвалю, работает отлично Смотрите, я смартфон выключил Действительно нужно ввести сканер отпечатков пальцев Либо пин-код Подносим палец, разблокируем Все, работает отлично Что еще? Огромное количество всяких управлений жестами Огромное, все не переведено, правда? Ну да ладно, на самом деле Много всего, очень много Батарея Есть энергосбережение Такое, есть такое Есть еще вот такая вот штучка Опять же, сохранить энергию Я когда тестировал Все отключают они, опять же, их много Когда я тестировал телефон, они все были отключены Естественно, я тестирую без них Что еще у нас интересного? Защита Ну и все в принципе По большому счету еще только показать Осталось вам вот эти вещи Которые я вам обещал Разблокировка двойным тапом Все на английском, вот оно, судя по всему А, это вот датчик управления жестами Ну тоже Короче, их здесь действительно много Их здесь действительно очень много Больше, чем обычно Вот она, разблокировка двойным тапом Либо камеру, браузер запускаем С заблокированного телефона Штука удобная Все, ребят По смартфону, наверное, все Прям подробно-подробно постарался Потому что Дуги такой производитель Дуги такие дуги на самом деле Вот Не знаю, как они собираются Что с ними будет через год-через два Когда есть Xiaomi Есть там линейка Redmi Там есть, не знаю, Lit TV Lit TV, кстати, пришел вообще Пришел вообще красавчик С Google сервисами, с русским языком Не знаю, как они будут бороться за покупателя Потому что смартфон не сверх дешевый Думайте сами На самом деле Если вот объективно Как и стараюсь объективно Ну, понятно, что доля самобытности в обзоре есть И мы люди, каждый от себя Понятно, что Но стараюсь быть максимально объективным Явные плюсы для меня, точнее Плюсы это Ну, самобытный дизайн Молодцы Металлическая рама Молодцы Много фишек, про которые я вам уже несколько раз рассказывал Реально нужны Это разблокировка двойным тапом Возможно, запуск камеры Камера, кстати, фотографирует Если мы быстро нажмем на сканер Смотрите, вот она Так Нажимаем Фото произошло Я пальцем нажимаю вот сюда В принципе, фишка Небольшая она фишка И вот удобно, что Когда мы видим человека На экране его номер Подносим к уху И смартфон срабатывает Датчик удобно Еще раз скажу Это из Самсунга Минусы Минусы Реально очень слабая фронтальная камера Ужасающего качества Говоря просто простым языком Спорные минусы Для меня Это углы обзора Углы телефона Да, кстати, ребят Я же вам звук еще не продемонстрировал Давайте через MX Player это сделаем А то я вам сказал, что динамики плохие Давайте послушаем их Я впервые оказался Вот так вот Вроде ничего Но вот Смотрите Это прелестно Но и пугающе Как так умудрились То есть Вообще Тут этот минус Что закрывает рукой динамик Слабо работает В общем, не буду я все-таки Динамик в минус относить Но имейте в виду Что я не придумываю Он реально такой слабенький Здесь через MX Player еще ничего Но музыку вообще, конечно, никак Ладно И скажу еще раз Не в настройках дело Потому что вот здесь Есть такая настройка Я вам ее не показывал Еще вроде как покажу Если мы зайдем в звуки Уведомления Улучшение звука Вот усилитель громкости динамика Он был у меня включен Само собой все время Пробовал отключать Поменьше звук становится Далее Что еще? Слабый прием GPS Этого тоже не отнять Особенности Основа корпуса металл Жидкий металл так называемый Датчик уведомлений Спрятался вот здесь Датчик слабенький Синего цвета И его издалека не видно Обычно датчики более яркие Но то что он есть И на этом спасибо Сканер отпечатков пальцев Расширение Расширенное управление Жестами Разблокировка двум этапом И так далее И настройка цветовой температуры Все Брать не брать Каждый решит для себя сам По мне так аппарат Увесистый Аппарат Такой средний Достаточно Ничем таким Не блещущий Да Ну смотрите сами В принципе Кому-то я думаю И понравится Я постарался Как можно подробнее Рассказать все Об этом смартфоне Что вообще только можно Поэтому обзор Такой и не короткий Думаю что все-таки Есть люди Которые Этим телефоном Заинтересуются Пишите Купили бы вы себе Такой смартфон Или бы не купили Сколько баллов Вы ему поставили Я этому смартфону Ставлю 7 баллов Все-таки Цельник не заоблачный Не низкий Но и не заоблачный Все-таки Есть самобытный дизайн И некоторые фишки Все Еще раз говорю Ссылки Магазин Gearbest Кликайте Не стесняйтесь Ссылка под этим видео Примеры фотографий Ссылка под этим видео Я же как всегда желаю Будьте здоровы Будьте успешны Будьте позитивны До новых выпусков С уважением ко всем Давид Счастливо